и на горский район тут урал за это крупное предприятие по площади угроб на лице занимает с нефтем из газа нефтепеработки связан мордовская кормалка церковь угроб на лице в углу вот такие горки здесь еще красавит обалденный Сарабяков. Так, налево у нас. Лейногорс направо. Наркер сдачи. А, на него ламы даже. Интересно, девки удачат. Чисто. Проверил по навигатору. На всякий случай туда не туда. Да, всю за сторону Альмезиска идет. Поэтому едем по Ниму. Все птицы кружат. Альмезиска идет. Керлига. Керлигач. Всем привет отсюда. Хорошо. Через 20 метров. Хорошо. Слушайте, люди идут, тыквы выращивают, я смотрю, в садах у многих тыкв растут, прям в большом количестве. Блин, а улицы и так 35 градусов, они еще факелы, ужас, еще больше нагрева, природу. Горит, конечно, красиво. Местами дорожка, конечно, очень портится, с 40-50, доедем, все-таки, наверное, думаю, доедем до Альбейтинска, пойдем на М5, Октябрьск, пробку в Октябрьске, сейчас проедем, по крайней мере, надеюсь, что мы ее увидим, потому что дальше по деревням, есть такие дорожки будут, как бы, очень долго ехать, и у нас уже показывают, что мы там и приедем в час 23, но и прибавляем, так еще час наш, который прибавится, и, собственно, темнеет, то, сколько, часов 8 уже начинает, и много-то не успеем посмотреть, а потратить по прямой, все-таки, 90 едешь, хотя бы даже, да, за форуми, и, ладно, ну, перевальчик там проскочить, потом уйти на Миас, Карабаш, Косли, Дарамиль, потом при Снежинск надо будет, ну, это на следующий день, уже Снежинск, были бы везде дороги хорошие, а так, ну, реально, изматывались дороги эти, ну, плохие, до Альбейтинска, 28 километров, плюс, о чем у меня пленка качается, смотрел, 15 километров осталось, то есть, у меня на деревне даже не хватило заснять, учитывая, что у меня телефона, 128 километров, все это из-за, блин, ютуба этого приложения, крюкнулшего, до сих пор мне не исправили, поддержку, еще даже не ответили, какая дорожка, смотрите, вроде ровненькая стола, средь берез высоких, в горку, кстати, мы полдня проехали, всего 320 км, мало, то есть, мы к темноте, но еще километров 400 проедем, нам останется еще 400, ой, это в пермском утро, кто пилить не хочется, ну, все равно, сейчас в Альметьевск приедем, я там наберу просто, я, так сказать, гадра посмотрю, об их средней, а вдруг не быстрей, тогда вопросы, всем привет, из Альметьевска, сейчас по городу проедемся, в Альметьевске, что, тюрьма есть, что ли? не знаю, он называет самый благоустроенный город России, один из самых благоустроенных, в Альметьевске, где, по-моему, с палочкой, да, такой сразу на экране, в Альметьевске, не знаю, раньше нам, короче, казался, прям такой классный-классный, а вот с того, как мы там Тюмень, Тобольск посмотрели, что-то, видимо, уже не так впечатляет, dessus, и до closestей к ней. угу. через три степь или, угу. ну ва, проедемся. что-то как-то во дворах так резновато мусорка там не убрана была когда даже зачем такая повел мог же вон прямо по улице странный а диска типа достойные замечательности посмотра показать а тут лишь отдельные дорожки сделано белым песочком хочешь купаться но это водоем искусственное такое него так ладно сейчас выезжаем выезжаем еще по улице и едем на м5 здесь не брали м5 ну вот забор не так лишним поставили не видно нифига красный да дениска тоже устал а ты тоже устал походи по машине походи по машине да знаешь башня гладина помню нас тут что-то тогда удивило что у них жилы здания пятиэтажки были изрисованы красиво возможно нет ну как бы посмотрим офис топлеть наверное пожалуй здание черное Ничего, там они у них необычные. Вот это не вообще красота. Кстати, раньше дома были, они, по-моему, изрисованы у них. Так, а сейчас просто покрашено. Если мне память не изменяет. Что-то изрисованы. Мне тут понравилось, что у них дорожка по всему городу. У них дорожка отдельная для этих велосипедистов, для этих, как они прямо ездят, еще самокаты электрические. То есть, подсек от этого у них отдельно. Сейчас маленький, маленький круголя дадим. Что-то сзади летает там. А, на ботылке стоим. Только главное, не страшно. Маленький круголя дадим. И все, и поперем. Полицейский, ап. Полицейский, конечно, незаметный. Дороги со временем тоже стали неидеальными. Дороги со временем. Сейчас проедем обратно. Вот, ценим, заценим, посмотрим. А, там-то да. Там парк у них какой-то. Там прям красота какая-то. Гулять мы не будем. Наши жопеньки устали. Хотя сидеть они устали больше. Побыстрее. А, побыстрее домой хочется, да? Ха-ха-ха. А как древние люди-то жили? Вот что ты начинаешь-то? Да, так же. Ну, мы лезь, где мне душа же не было. Сходили в пещерку, потерлись там. А, почему? Ручеечек какой-нибудь там. Себя этим веточкой с листиками, с иголочками. А, кириши деревья. Кругляши. Не, ну пока там драники каких-то зданий я не увидел. То есть, так-то все покрашено. Вот здесь на здании серая мышка такая вот справа. Наверное, какая-нибудь общага по-любому. Так вот, видишь тут, как покрашено. Интересные экземпляры. Ну, там-то что-то везде глядно как-то. Ну, недалеко от нас так-то. Приезжай, добро пожаловать. Четырест к вам. Четырест? Ну. Ну или восемьсот, я не помню. Ну, от тебя, да. Так, повернули на право. Куда ты мне можешь расстраиваться через... А, хорошо. Сейчас забили через М5. А, ехать. А он показывает точно так же, как через деревень практически. Но разница не большая. И вот тут раздумья, раздумья. А памяти плохо мало. А сейчас осталось. Ну, опять, конечно, сейчас тоже движуха еще какая-то. А сейчас что-то навигатор. Вообще один путь показывает, как-то непонятно. остановиться где-то посмотреть. Ладно, Эльмитиск, пока-пока. Не сильно мы темного показали, потому что на времени, как всегда, у нас получается не очень. Поехать не надо. Так. Ух ты. Ещё маленькая булочка симпатичная. Улочка симпатичная. Сейчас надо где-то остановиться. Посмотреть. Это что-то нифига не понятно. Получается. Блин, стоянок тут нет. смысл такой выезжаем сейчас на м5 с альметьевской альметьевску сразу пока говорю но он нас выводит в октябрьский прямо на пробку перед октябрьской это как бы непорядок это долго я ему сейчас забил в объезд там через какие-то населенные пункты вроде пробки нет но он говорит дольше ехать я юмора не понимаю то есть он вроде сейчас не пишет что как бы серьезные пробки будут в итоге ладно поедем вот сейчас чисто так объедем эти пробки попробуем в октябрьском чтобы не стоять и все чем и попрем по 5 все-таки я устал и как бы понимать мне проще будет там златоуст про него златоуст покажем мясо проедем надеюсь темно будет крайне мере даже если темно будет я пока не там дорогу знаю на самом деле по деревням отлазить по тем не совсем дорогу знаю поэтому все выбор на м5 ребят сорян что маршрут изменил но вынуждена и пленки мне просто не хватит телефона тут youtube уже накосячил тут как бы фактор не зависит от меня уже до сих пор не ответить за сансы на почту еще говорят что не может обама во всем виноватом быть американцы youtube испортили частично ладно все едем выезжаем плюс я читал там в районе куида дюкели тире уеда там плохая дорога дырявчатая там ямочный ремонт делать поэтому поэтому еще тоже фактор машинка пускай отдохнет по м5 по ровной дорожке еще до м5 надо ехать посмотрим когда едем я же опять там нарисовал как нарисовал как опять никуда не туда 17 августа время уже ой 18 августа короче все время неправильно напоминал час местного времени нам еще час прибавится выезжаем частные 5 по бездну или метиска как-то не знаю минуя октябрьский попробую еще и по 5 берем до златоуста мясо в общем что всем было понятно с альметьевской я иду на ознакаева они напрямую на 5 ну что это я выйду через октябрьский в начале октябрьского через знакаева я выйду после проверим как дорога арочка зеленая туннель прям практически сразу же описанная дорожка уже с такими приличными при этом все близики в том на поворотах понятно почему тут офигеть вот вам и татарстан хорошие дороги все такое вот сворачиваешь куда-то в сторону ну тоже все не очень все у нас там бедные дыни арбузы и я думал здесь можно нормально начнется населенном пункте значит нет это что такое типа пацетки что налеплены шлипками вот дорога более-менее ровно видимо заходы кирпича она здесь была хотя мы там могли сразу поехать по этой дороге а что за кирпич там вот конечно знак стоит какой-то ремонт ну еду же да машина что дорога качество ниже среднего дырки попадаются дорожка улучшилась уже километров пять единственная камера стоит здесь с горки дорога когда идет снизу камера стоит ну или махают подсказывают всем привет из октябрь проезжаем приехали в ознакаево заведаться долетели довольно таки быстро протон ракета прям такая 4450 92 95 46 радует но сейчас чем ближе к нам тем дешевле будет бенз я даже не знаю может не буду пока справиться лучше полбака легче ехать будет так нам прямо пропускаем никого нету едем дальше я работаю тоже тоже я работ поворачиваем ближайший пульсет мы бы красили что ли нифига пять километров окей много заправок от нефти что не удивительно 92 2 470 95 48 25 нормально по объездной поехали все потом выйти на 5 камера камера здесь много газ метан газ метан 19 62 здесь газ пропан я где-то видел по 30 вольметьевске что ли 30 30 30 30 рублей Так, нам на Октябрьский. Дорога до Октябрьского из Минчо, то хорошая, то вот такая. Но без особых ям. Гара в Малыси. Но трясет, так что неприятно конечно. Сейчас дорога прям плохого качества, трясет конкретно. Видите, она прям в таких трещинах глубоких с ямами. Сейчас скоро уедешь, ааааа. Снадцать километров потерпеть. Вот красивая дорожка. И по качеству нормальная. Так, что мы населенных пунктов опять заезжаем. Вот населенных пунктов, ребят, достаточно. Приходится снижать скорость. Каракашлы. Все привет отсюда. И камеры там стоят. А мы с горки. Вот мы сейчас. Разогнаться. Из Ютозы. Всем привет. Башенка. Не знаю, водонапорная или нет. Не знаю, водонапорная или нет. Элеватор. Тут чуть-чуть другой. Какая-то половинка от элеватора. Какая-то половинка от элеватора. Кафе. Кафе. Магазины. Петерочка. Дим Тамак. Ага. Привет. Сразу же беззадчим полицейским наградили. Мечеть такая же. Точно. С башенкой. Морчей. Алла Бакулин. Привет. Кирпичный завод Лаплакольский Так, ну что там, 3 километра этот раз Ура, опять поезжаем Хотя, насчет ура попозже скажу Урали Ну что, надо выехать сюда Посмотрим, закружена она сегодня, нет